Всем привет! С вами Ирина и канал My DIY Life. И сегодня я хочу показать вам, как из старого зеркала сделать красивое фальш-окно для сада, балкона или даже вашего дома. Такое зеркало послужит прекрасным декором, позволит расширить пространство и даже подсветить темный уголок. Смотрим! Мы занимаемся сейчас ремонтом в мастерской, разбирали, выносили оттуда старую мебель, и вот в одном из старых шкафов на задней стенке было зеркало. Мы его вынули, почти собрались выбрасывать вместе с остальным мусором, но в последний момент мне его стало жалко, и я решила его оставить. Сначала думала попробовать на нем технику состаривания, но потом мне пришла в голову идея получше – сделать окно для сада. Мне попадались такие фальш-окошки на Пинтерест, мне всегда нравилась эта идея. Окружающее пространство отражается в зеркале, и кажется, будто за ним продолжается сад. Что же, попробую завести такое окошко у себя. Зеркало не очень большое – 45 на 50 сантиметров, и мы будем делать из него окно со ставнями, как на старом английском коттедже. В строительном магазине мы купили жалюзийные дверцы для ставень и петли, брусок на раму, ну а также будем использовать то, что уже есть в наличии – старые доски и рейки. Я начну с жалюзийных дверок. Они станут ставнями будущего окна, но для этого их нужно будет упилить, потому что зеркало у меня всего 45 сантиметров шириной. А минимальная ширина дверок, которые были в продаже – 40 сантиметров каждая. Это слишком много. К счастью, сделать это не так уж сложно. Отмеряю, какой ширины должна быть готовая ставенка. Деркало в раме будет 55 сантиметров шириной. Итого получается готовая ставня 27,5 сантиметра. Отпиливаю обычной ножовкой верхнюю и нижнюю часть рамы каждой ставенки. Нормальную пилу мы увезли в город, поэтому тут пилю попеременно старой ножовкой по металлу и обычной ручной пилой. После этого нужно через брусок аккуратно подбить раму. Сирейки на жалюзийных дверках держатся в пазах просто на трении, они не приклеены. Так что дверку довольно легко разобрать. Получилось. Убираю из пазов в сирейки, ими займусь позже и откладываю половинку рамы нужного размера. После этого от второй, ненужной половинки отпиливаю остаток рамки сверху и снизу, чтобы можно было сделать дверку поуже. Вот так будет выглядеть готовая рамка после упиливания. Все те же манипуляции проделываю со второй дверкой. Распиливаю раму сверху и снизу на нужной ширине. Разбиваю дверку, подбивая через брусок. Вынимаю из пазов рейки. И, наконец, отпиливаю лишние части рамы. Теперь черед рейк. Каждая рейка входит в паз на раме примерно на сантиметр. Так что я измеряю ширину дверки внутри рамы, добавляю 2 сантиметра на заход в пазы и отпиливаю все рейки на необходимую длину. Чтобы все рейки получились одинаковые, я сделала нехитрое приспособление на торцовке. Зажала струбцинный брусок на нужном расстоянии от диска и упирала в него рейки. Так можно пилить и несколько штук за один проход. Можно, кстати, и вручную это сделать. Некоторые неточности здесь не критично. Ведь все рейки спрячутся в пазах и этого никто не увидит. Можно собирать. Дверки я буду собирать на клей. В отличие от производителя этих дверок, я решила вклеить все рейки в пазы. Так будет намного прочнее. Клеить я буду на водостойке ПВА, поскольку конструкция для улицы. Наношу немного клея в каждый паз и спичкой разгоняю его по стенкам. Ставлю рейки на одну сторону рам. Немного пристукиваю их через брусок, чтобы плотнее вошли в пазы. Затем промазываю клеем пазы второй части рамы. А также места соединения. И, наконец, ставлю вторую деталь. Тут придется повозиться, пока все рейки не встанут в пазы. Удобнее перевернуть дверку, чтобы эта сторона оказалась снизу. После того, как все рейки встанут как нужно, простукиваем раму через брусок, пока все плотно не соединится. Стягиваю готовую дверку с трубцинами, дожидаюсь высыхания и готово. Сейчас сезон свадеб, скоро 1 сентября. И сегодня я хочу напомнить вам об очень классном варианте подарка от спонсора сегодняшнего выпуска. Это бесконечные фотоконструкторы Мозабрик. Мозабрик полностью производится в России. И за два года стал невероятно популярен не только у нас, но и в 30 странах мира. Из маленьких деталек этого конструктора можно собрать картину в стиле пиксель-арт по абсолютно любой фотографии. Ну, а если фото вам надоест, можно все это разобрать и собрать любое другое. В наборе такого конструктора есть все, что нужно для сборки красивой картины в стиле пиксель-арт. Квадратики конструктора пяти цветов. На пакетиках есть условные обозначения цвета, чтобы было удобнее ориентироваться при сборке. Пластины основания, на которых вы и собираете картину. Соединительные элементы. Панно можно будет поставить на специальную картонную подставку, либо повесить на стену. Для этого в комплекте идет двусторонний скотч. Набор абсолютно универсален и полностью готов к сборке совершенно любого фото. Что собрать, решаешь уже когда открываешь фотоконструктор. Чтобы получить инструкцию, заходим на сайт и загружаем понравившееся фото. Мне очень хотелось сделать совместное фото с сыном, оно мне нравится, но фото получилось не очень резкое. Такое не напечатаешь, а вот в виде пиксель-арт картины смотрится отлично. Макет делается в нескольких вариантах. Выбираем самый удачный и отправляем на почту. Готовую инструкцию можно распечатать, если вы хотите собирать картину, например, на природе, где нет интернета. Ну, а можно собирать прямо со смартфона по удобной интерактивной инструкции. Собирать можно одному или в компании, так что такой набор отличный вариант подарка паре. У меня набор размера S, из него получается картина 50 на 50 сантиметров. В коллекции есть и размеры побольше. А можно еще и объединять несколько наборов между собой, тогда картина получится еще более детальной. Ну и самое интересное, если фото вам надоест, можно все это разобрать и собрать новое, и так до бесконечности. Дополнительно в продаже есть специальная рамка, которая послужит отличным обрамлением готовой композиции. Вот такое фото у меня получилось. Кроме черно-белых наборов, у производителя есть и цветной в оттенках сепии. С ним картины получаются еще более детальными, так как используется больше цветов. И кроме того, рамка для картины там сразу включена в комплект. Так что, если вы подыскиваете вариант подарка для своих родных и близких к празднику, присмотритесь. Купить конструктором из Абрик можно на официальном сайте по ссылке в описании под видео. А по промокоду MYDIYLIFE вы получите приятную скидку 20% на все модели. Переходите и выбирайте. Я еще немного упилю дверки в высоту, поскольку они больше, чем зеркало. Я сделала короткие части рамы, такой же ширины, как и длинные. Изначально они были здесь пошире. Ну и, наконец, шлифую дверки, чтобы скруглить все острые края и убрать мелкие лохмушки в местах распила. Измеряю готовые ставни. Я буду делать раму, ориентируясь на их размер. Раму для зеркала мне придется надставлять, чтобы подогнать по высоте к ставинкам. Но и мне хочется сделать окно более вытянутым в высоту, а то зеркало у нас почти квадратное. Я подобрала рейку подходящего размера. И отпилила две детали для надставки по ширине рамы. Из купленного в магазине бруска нарезаю детали, собственно, рамой, ориентируясь на размер ставин. Вот так будет выглядеть окошко в сборе. Собирать раму я буду на соединении косой шуруп. Насверливаю отверстия в коротких деталях рамы и надставках. Собираю раму и стягиваю струбцинами. Надставки у меня по глубине меньше, чем сама рама. А мне нужно, чтобы с изнанки они сидели вровень с рамой. Переворачиваю и прикручиваю. Картина девица в окошке. Я решила сделать для окна фигурный верх. Буду выпиливать его из обрезка старой доски, оставшейся у нас от стройки. Измеряю ширину рамы и затем размечаю и отпиливаю лишнее. Здесь пришлось пилить совсем чуть-чуть. Затем шлифую доску. Эх, вот бы и в жизни так щек и готово. На бумаге рисую шаблон фигурного верха и вырезаю. Затем обвожу шаблон на заготовке и, наконец, выпиливаю его лобзиком. Больше всего здесь в процессе я боялась пропилить стол. И вот так все будет выглядеть в сборе. По периметру рамы я решила сделать еще выступающий бортик. Видела подобную конструкцию на пинтерест и мне очень нравится, как это выглядит. Самое сложное здесь, конечно, сделать верхнюю фигурную рамку. До этого из нескольких досок я выпиливаю три фигурные детали такой же формы, как и основной фигурный верх. Шириной 2 см и по краям больше, тоже на 2 см с каждой стороны. Сначала я выпилила наружный контур, а потом и внутренний. Конечно, непростая в исполнении деталь. При желании вполне можно обойтись и без нее и оставить окно прямоугольным. Ну, а я, как обычно, не могу обойтись простым вариантом. Кстати, предвосхищаю вопрос, почему я не пропилила сразу все три детали одновременно. Проблема в том, что длины пилки лобзика мне не хватило бы, чтобы захватить сразу все три детали. Готовые три детальки склеиваю между собой на водостойке ПВА и оставляю хорошо просохнуть. После этого окончательно выравниваю рельеф шлифмашинкой с зерном 40, чтобы сгладить поверхность. И еще, чтобы эта деталь плотнее села. Как вы понимаете, идеального совпадения без специальных инструментов тут добиться сложно. Наконец, приклеиваю готовую деталь рамки к фигурному верху. И вот появляется зеркало. Чтобы установить его в раму, изнутри нужно выбрать фрезером паз. С этим мне традиционно помогает Игорь. Я пока побаиваюсь браться за фрезер сама. Он выбирает паз на глубину зеркала. У нас это 5 миллиметров. Ширина пазы в виде разная. Сверху и снизу пошире, а по бокам пазы совсем узенькие. Примеряем, что получилось. Идеально. Тем временем верхняя фигурная деталь высохла и можно ее установить. Закрепляю струбцинами, чтобы ничего не ерзало. И прикручиваю тоже на соединение косой шуруп с изнанки. Ну и заканчиваю обрамление. Приклеиваю и прикручиваю по бокам узкие рейки. Ширину я подбирала, ориентируясь на верхнюю выступающую деталь. В результате получается рамочка 2 сантиметра шириной по всему периметру фальш-окна. Примеряем дверки, осталось совсем чуть-чуть. Прежде чем собрать все воедино, я покрываю дверки и раму морилкой. Пока не решила окончательно, как поступить с окном. Возможно, покрою сверху серой краской и частично сошлифую, чтобы была видна темная основа. Будто окошко от времени облезло. А может быть, я оставлю и так. Деревянным оно мне тоже нравится. Морилка у меня от Воротан. Это цвет шиповник. Один из моих любимых. В этой морилке серо-коричневый винтажный такой оттенок. Он просто шикарно смотрится в саду. Ну и дополнительный бонус. Под этой морилкой совершенно не видно, что все деревяшки у меня изначально разного цвета. Прикручиваю к дверкам петли в заранее подготовленные пазы. Устанавливаю дверки в раму. И, наконец, ставлю зеркало. Его с изнанки закрепляю небольшими треугольниками из фанеры. Заднюю стенку мы решили не делать, чтобы не утяжелять конструкцию. Все. Можно вешать окно на его постоянное место жительства. И вот, что у нас получилось. Мне так нравится этот эффект распахнутого окна, за которым виден сад. Мне кажется, это чудесный вариант для декора глухой стены или забора. Если, конечно, в нем будет отражаться что-нибудь красивое. Смотрится очень эффектно. И я уверена, что подобное окошко, если вы решите его повторить, даже в более простом исполнении, без верхней фигурной накладки и рамки, станет одним из самых ярких элементов декора у вас в саду, на балконе или дома. Ну что же, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Кстати, мы делали еще одну очень красивую раму для зеркала в природном стиле. Как будто из натурального древесного слэба. Если не смотрели, обязательно загляните. Я уверена, вам понравится это видео. Ссылочку на него оставлю внизу в описании. Ну а на сегодня все. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok